всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я обожаю кольца кальмаров если они есть меню ресторана то обязательно их заказываю но к сожалению очень часто заказ меня крайне разочаровывает потому что рестораторы в погоне за прибылью вместо того чтобы нормально их готовить используют полуфабрикат есть наших краях такой сетевой магазин для рестораторов так вот там для них же продаются уже готовые полуфабрикаты в заморозке там и картошка до полуготовности во фритюре приготовлено там замороженное продается так что и остается в ресторане только одну-две минуты в горячем масле прогреть и все на вкус какая-то порнография получается и кольца кальмаров запанированные там тоже имеются так себе штука прям скажем поэтому если я хочу получить действительно вкусный кольца кальмаров то готовлю и сам и самое важное в этом деле вкусный кляр но начну я не с него с простецкого салата мне понадобится вареное яйцо так салат готов теперь уж совсем моментальный соус для колец и вот теперь собственно сами кольца понадобится естественно мука курузный крахмал соль разрыхлитель не сода именно разрыхлитель куркума кетчуп яйцо и пиво кляр должен быть густым кальмар я уже очистил нарезал чтобы ваше время зря не тратить но еще я хочу в этом же кляре луковые кольца приготовить почему нет тоже вкусная штука все подготовил масло можно греть я готовлю такие штуки обычно в самой маленькой своей кастрюльке чтобы сэкономить на количестве масла греть его надо до 170-180 градусов регулярно меня спрашивают где купить то где купить все друзья мои сейчас по моим наблюдениям подавляющее большинство разных гаджетов делается в китае вот такую штуку можно спокойно на алиэкспрессе найти я поищу и ссылочку для любопытствующих оставлю кольца сначала в кукурузный крахмал чтобы подсушить их иначе с мокрой поверхности кляр он норовит сползти и в масло надо следить что первые секунды кольца между собой в масле не склеивались готовится они быстро кляр зарумянился значит пора вынимать но следите за температурой если масло слишком горячие то поверхность румянится быстрее чем внутри кальмар приготовиться а если масло будет нагрето ниже температуры который указывал ниже 170 то кляр впитает себя слишком много масла и на выходе вы получите слишком жирные кольца выкладываю готовую на бумажную салфетку чтобы она масло впитала и повторяю то же самое для луковых колец и 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 проба. Начну я с кольца кальмара. Не кольца, овала. Помните, по-моему, у Уотхауза есть? Официант, что вы мне принесли? Что? В меню были луковые кольца, а это какие-то мерзительные овалы. Луковые кольца у меня получили, смотрите, видите, именно кольцами, а кальмары не каличные совсем, овальные. Тем не менее, на вкус, я думаю, это не повлияет. Обожаю! Ммм, чудо какое-то. Вот этот кляр делает любые кольца, и кальмаровые, и луковые. Совершенно обалденные. Мне очень не нравится кляр или вот панировка, которая с крошками такими, она какая-то царапучая такая, очень легко обсыпается с колечек, царапает горло, рот. Вот эта вот панировочка, она такая воздушная, снаружи она немножечко похрустывает, корочка, а внутри она очень мягкая, классная, пушистая. Вы видели, что на самих кольцах, когда я их вынимаю из кляра, очень мало вот этой самой панировки, но она вспухает из-за содержащего ся, а здесь разрыхлителя, становится очень воздушный, классный. Внутри ничего не пересыхает. Что вам рассказываю? Так, по колечку, теперь по луковому пройдусь. Слушайте, ее нужно обязательно, конечно, с этим соусом, потому что лук сам по себе, когда он запекается, он становится сладким, а соусом, ну-ка, вот с этим свежим. Ну-ка. Соус примитивнейший. В Испании, особенно в Токталонии, очень часто его подают просто хлеб. Вот вы пришли в ресторан, сели, еще ничего не заказали, только думайте, листайте меню, а вам приносят панкон-томаты, то есть хлеб и томаты. Томаты вот именно такие, свеже натертые. Помидор, куда добавили чеснока, натирают или мелко рубят, добавляют масло оливковое обязательно, кстати, верно такого с горчинкой, немножко соли. Получается очень такая классная, свежая какая-то летняя штука, прям классная. Чеснока побольше, он будет острый такой, замечательный. А, так, ну и салатку. Салатку, это значит авокадо, это помидорка и халапеньо для остроты. Помните, я авокадо взбрызнул лимонным соком? Халапеньо острый. Сразу здесь печет во рту все, да, классно. Он такой летний, классный, острый салат. Он, на мой взгляд, идеально подходит, чтобы употреблять его вместе с пивом. Не просто, конечно, кроме пива должно быть еще кольца каламеровые или еще какая-то такая закусть, но вот такой салат и пиво, они вот должны стоять рядом. Короче, готовьте, наслаждайтесь. Используйте такой кляр, он замечательный. Готовьте кольца луковые, кольца, кроме луковые кольца. Некоторые из моих домашних любят даже больше, чем у кольца кальмаров. Лук такой классный там. Короче, огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Колечко. Кивка. Супер. Субтитры подогнал «Симон»!